Все колонки клипш массового сегмента очень похожи друг на друга. На вид это весьма консервативные изделия, не предлагающие сколько-нибудь ярких дизайнерских акцентов или большого разнообразия вариантов отделки. И тем не менее, они стабильно входят в топ-продаж не только в США, но и у нас в России. Причина проста. Это феноменальное соотношение цены и энергетики звучания. Плюс высокая чувствительность, благодаря которой при использовании даже весьма заурядного с точки зрения мощности стереоусилителя или AV-ресивера можно добиться высокой фактической громкости. Последние два с небольшим года на пике славы находится акустика серии Reference Premier. И это действительно роскошный выбор для динамично звучащей стереосистемы или ураганного домашнего кинотеатра. Но не все знают, что в том же 2018 году, когда появилась серия Reference Premier, обновилась и базовая линейка Reference. Да, по внешнему виду и звучанию модели серии Reference чуть проще, но это тоже очень неприхотливые, эффективные и басовитые колонки. Но главное, что они примерно вдвое дешевле, чем модели из серии Reference Premier, то есть если сравнивать модели сопоставимого форм-фактора. И это обстоятельство делает акустику серии Reference практически идеальным выбором для комплектования системы, будь то стерео или домашний кинотеатр, если ваша задача потратить минимум денег и получить максимально мощное звучание. Сейчас все расскажу. Привет, вы на канале Пульт, с вами Илья Суханов. Поехали! Как это часто бывает, в основе 1,8 мест в акустике лежат общие конструктивные решения. В случае с Reference это фирменные алюминиевые дюймовые твиттеры с каптоновым подвесом и прямоугольными рупорами Tractrix, антитурбулентные порты фазоинвертора, тоже оснащенные рупорами Tractrix, и основные драйверы с диффузором IMG. Это полимерная основа с добавлением графита и медным напылением. Такие драйверы бывают разных размеров, а вот твиттеры во всех моделях серии одинаковые. Различаются только размеры рупоров. К слову, у более дорогой акустики Reference Premier похожий на вид драйвер, но только на вид. Твиттеры премьеров оснащены титановым куполом с акустическим демпфером под ним и силиконовым напылением рупоров. А диффузоры основных излучателей делаются из металлокерамики. Все эти нововведения позволили улучшить звуковые характеристики. Но напомню, что модели серии Reference Premier примерно вдвое дороже, чем сопоставимые по форм-фактору модели серии Reference. И далеко не факт, что в обычной жилой комнате, то есть без специальной акустической обработки, эти улучшения будут оправдывать двукратную разницу в цене. И поэтому, чтобы избежать попадания в меня тухлых помидоров, как со стороны тех, кто считает, что переплатил зря, так и со стороны тех, кто жалеет о том, что не доплатил и не купил Reference Premier, так вот приходите в салоны пульт.ру и послушайте, сравните модели серии Reference и Reference Premier и составьте ваше личное впечатление. От себя могу сказать следующее. Серия Reference не является упрощением линейки Reference Premier. Эта линейка Reference Premier является развитием базовой серии Reference. Разница, согласитесь, есть. Так что слушатели без каких-то очень специальных запросов и обычной колонки серии Reference, я уверен, очень и очень порадуют. А многих даже искренне восхитят, особенно тех, кто обожает так называемый американский звук, то есть крепкий, хлесткий, с акцентированными краями диапазона, то есть с искрящимися высокими частотами и густым глубоким басом. Единственное, с чем придется смириться покупателям серии Reference, так это с единственным вариантом отделки корпусов. Серия Reference состоит из четырех напольных моделей, из которых одна сугубо кинотеатральная и сугубо для систем под Dolby Atmos и DTS-X, поскольку в ее верхнюю панель встроен дополнительный сателлит, ориентированный в потолок для создания звукового купола. Три другие напольника — это внушительный R820F, среднеразмерный R620F и компактный R610F. Компанию им составляют две полочные модели — классический R51M и совсем небольшие R41M. Дополняют серию два спикера центрального канала и сателлиты R41SA, которые можно использовать в качестве настенных тылов в домашнем кинотеатре или так называемых купольных сателлитов в инсталляциях для воспроизведения звука Dolby Atmos и DTS-X. Начнем с младших полочников R41M. Это просто-таки миниатюрные колонки высотой меньше 30 см, оснащенные 10-сантиметровыми динамиками и стандартными для всей серии рупранными твиттерами. Корпуса колонок изготовлены из МДФ и отделаны полимерной пленкой под дерево. Текстильные грили, как, впрочем, и у всех других моделей серии, крепятся на магнитах. А сами колоночки можно подвесить на стену. Эти мини-мониторчики не просто умиляют своим внешним видом и радуют доступной ценой, но и искренне удивляют качеством звучания. Ведь их частотный диапазон начинается с отметки 70 Гц, то есть они выдают абсолютно полновесные низкие частоты, да еще и с весьма неплохим для таких габаритов панчем. А их чувствительность аж 90 дБ. То есть этим небольшим колонкам для достижения действительно громкого неискаженного звучания требуется усилитель с отдачей Ватт-2025. Отличный вариант для небольшой стереосистемы, особенно если у вас есть какие-то ограничения по габаритам акустики. Ну и плюс это, разумеется, отличный выбор на роль тыловой акустики в небольшом домашнем кинотеатре. Если каких-то явных ограничений на размер акустики в вашей комнате нет, или вы предпочитаете слушать музыку, находясь на расстоянии более чем полтора метра от колонок, то обратите внимание на следующую после 41-х полочную модель с индексом R51M. Она выпускается в пассивном варианте R51M и в активном варианте R51PM. Обзор последних мы делали сравнительно недавно, ссылка есть в описании. Но с другой стороны, 51-е полочники это некий пограничный вариант. Да, это идеальный выбор для тыловой акустики в большом домашнем кинотеатре, но на роль основной акустики для стереосистемы, ну, я бы подумал, честно говоря, дважды. Одно дело, если ставить их на какую-то нишу или специально подготовленную полку, да, безусловно, отличные небольшие полочники. Но если вы собираетесь использовать их на напольных подставках, то лучше уже выбрать базовые напольники с индексом R610F, которые с учетом стоимости 51-х полочников и сколько-нибудь приличных напольных стоек, получается, что обходятся всего лишь тысяч на 5-10 дороже, а баса и общей энергетики звучания дают намного больше. Напольные Clipsch R610F это фактически полочники R51M в напольных корпусах высотой 94 см и с чуть более крупным основным драйвером. R610F это выбор тех, кто хочет получить от сравнительно небольших и недорогих напольников максимально глубокий бас и открытый большой звук. Прекрасный вариант для стереосистемы в комнате 15-20 квадратных метров. Или на роль фронтальной акустики в домашнем кинотеатре. В этом случае площадь помещения может быть уже больше. Причем эти колонки еще более лояльны к выбору усилителей, нежели полочники, потому что их чувствительность близка к рекордной в классе или даже таковой является 94 дБ. То есть даже со сравнительно тщедушным AV-ресивером они могут, что называется, вжарить по-настоящему, ну а с хорошим усилителем способны творить настоящие чудеса. R610F, как, впрочем, и любые другие Clipsch Reference, это американская акустика. Это нехорошо и неплохо, просто данная акустика оптимальна для определенных жанров музыки. Точнее, она оптимальна для всех жанров музыки, кроме, пожалуй, разве что деликатного акустического джаза и какой-то камерной классики. Подобная музыка звучит неотталкивающе, но просто не цепляет тех, кто обожает вслушиваться в нюансы. Что касается современных стилей музыки и даже аналогового рока 80-х, то такие записи Clipsch Reference и R610F в том числе воспроизводят максимально вкусно, сочно и мясисто. Выключать совершенно не хочется энергетика через край. Старшие напольные башни R820F — это настоящие монстры с двумя 20-сантиметровыми низкочастотниками. Метр 10 в высоту, масса 24,5 килограмма на одну колонку, до 150 Вт номинальной подводимой мощности и нижняя граница в 35 Гц по уровню минус 3 дБ. А если учесть чувствительность 97 дБ, то жаловаться на нехватку громкости вы точно не будете. Советовать напольники модели R820F для стереосистемы можно в трех случаях. Во-первых, если ваша комната имеет площадь больше 30 квадратных метров. Во-вторых, если вы любите максимально глубокий, вулканически глубокий зубодробительный бас, или вы просто хотите сделать перепланировку в квартире и снести стены без применения отбойного болотка и кувалды. Потому что эта акустика с точки зрения баса и общего масштаба звучания уже вплотную подбирается к концертной сценической акустике. Звук просто обволакивает, он берет в тиски, и ты его не просто слышишь, ты его чувствуешь. Это что-то с чем-то. Ну, разумеется, при наличии подходящего усилителя и лояльных соседей. В общем, клипш референс — это редкий в наши дни случай, когда к одной и той же акустике можно отнести два противоречивых эпитета. Круто и недорого. И, конечно же, купить клипш референс вы можете у нас на лучших условиях. Подробности по ссылкам в описании или в наших салонах. А это видео подошло к концу. Не забудьте поставить палец вверх, если вам понравилось, и подписаться, если до сих пор этого не сделали. До встречи!